ГТРК Кубани и Русфонд продолжают совместную благотворительную акцию. Сегодня наша с вами помощь нужна 10-летнему Ване Василевичу. В два месяца ему присвоили статус ребенка-инвалида. Сейчас у мальчика паралич ног, нарушение функции тазовых органов, синдром двигательных нарушений. Передвигаться он может только с помощью инвалидного кресла. Но Ваня ходит в обычную школу, учится на отлично, любит читать и рисовать. А еще, как и у всех детей, у него есть мечта. Какая, расскажет Анастасия Панько. Почти каждое утро Ваня начинается с вертикализатора. В таком положении идет нагрузка на ноги. Без этого аппарата кости мальчика станут хрупкими и могут с легкостью сломаться. У него уже есть проблемы с костями, несколько переломов уже происходило. Я ставлю его два-три раза бывает за день, в зависимости от того, насколько загружен у нас день. Будто стойкий оловянный солдатик. Ваня держится так по несколько часов в день. Еще до рождения мальчику поставили диагноз – порог развития спинного мозга. Он не чувствует ног, передвигается на инвалидной коляске. Конечно, первое – это был шок. Я приходила после операции его проведывать. У меня спрашивали, вы будете его забирать домой? Я говорю, конечно, буду. А как вы будете с ним? Вот он же вот такой, вот он после операции, все так сложно. Все, я говорю, ничего, мы будем справляться. Поддерживать мышцы помогает не только аппарат. Несколько раз в неделю с ребенком занимается специалист. Но сил, чтобы даже сидеть самостоятельно, у Вани нет. Из-за низкой активности у 10-летнего ребенка начались осложнения. Появился остеопороз. Просто по мере роста у него, конечно, проблемы просто добавляются. Даже не то, что мы можем вылечить его. Нет. Мочевая система, она сейчас дает сбой. Ее нужно сейчас контролировать. Это нужно все проверять. Страшно, потому что видно, что худшие дни. Инвалидным креслом Ваня пользовался не всегда. Раньше он передвигался с помощью трости. Сесть в коляску заставил перелом. Но вернуться к прежнему состоянию и вновь начать ходить можно. У Вани спина бифида. Мальчик не может ходить, а следовательно мало двигается. Что привело к тяжелому осложнению остеопорозу. Для того, чтобы сколиоз не ухудшался, необходима операция. Команде врачей надо комплексно обследовать Ваню, а также постараться научить Ваню ходить в аппаратах, чтобы он мог передвигаться по школе без коляски. На комплексное обследование ребенка требуется полмиллиона рублей. Мать воспитывает Ваню одна. Отец ушел из семьи еще до рождения сына. Болезнь мальчика забирает все свободное время Натальи. Приходится жить лишь на социальные выплаты. Однако помочь корсандарской семье можем мы, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Мне хотелось бы, чтобы она не запутывала коляску, туда-сюда не дергалась, просто спокойно со мной шла. Я хочу идти нормально на крабиках без коляски гулять с собакой. Анастасия Панько, Дмитрий Рогалев, Вести.